Тем временем в южной столице процесс голосования проходит активно. Избиратели начали приходить на участки с раннего утра. Всем обеспечены также средства санитарной гигиены. На входе на избирательные участки голосующим выдают одноразовые маски, измеряют температуру и только потом допускают к голосованию. Мои коллеги с подробностями. Аширкан Камбарова одна из самых активных избирательниц. Ей 70 лет и она принимает участие во всех выборах, которые проходят в стране. Я очень ответственно отношусь к выборам и процессу голосования. От этого зависит наше будущее, будущее страны. Я пришла, чтобы отдать голос за ту партию, которую я выбрала по велению сердца. В южной столице горожане активно голосуют с раннего утра. На избирательных участках очереди из желающих отдать свой голос. Всем раздают одноразовые маски и перчатки. Мы следим за соблюдением санитарных требований, проверяем температуру у всех, кто приходит на избирательный участок. Также обрабатываем антисептиком, выдаем маски. Только после этого можно идти голосовать. Также за соблюдением общественного порядка на избирательных участках наблюдают сотрудники правоохранительных органов. А за ходом голосования следят наблюдатели от партии и независимые международные наблюдатели. Все наблюдатели на своих местах никуда не выходят. Например, я вообще не встаю постоянно на участке. Никаких нарушений у нас не зарегистрировано. Все проходит спокойно. По данным территориальной избирательной комиссии, ваше нарушений в ходе выборов официально не зарегистрировано. Жалоб также не поступало. Официально к нам с жалобами на нарушения никто не обращался. Но по тем фактам, которые распространяют в социальных сетях, представители ЦИКа все выясняют по ситуации. Так, на одном из участков вместо одного наблюдателя от одной из партий было сразу два. Это нарушение. Но грубых нарушений не зарегистрировано. Выборы в Аше проводятся на 86 избирательных участках. По последним данным проголосовали уже более 50% избирателей.